Как вылечить гастрит хронический и уменьшить вздутие живота или метеоризм и остановить выпадение волос на голове и укрепить иммунитет. И уменьшить неприятный запах от тела или от рта. Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале! Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И рассказать вам, как оптимально быстро вылечить хронический гастрит. А дополнительным бонусом у некоторых получится уменьшить или устранить неприятный запах изо рта. А у кого-то получится устранить неприятный запах от тела. У кого-то получится уменьшить вздутие живота. А кому-то удастся избавиться от вздутия живота либо кишечника. Иными словами, от метеоризма. У кого-то получится вылечить или подлечить вееттосую студистонию. А у кого-то остановить выпадение волос на голове. Иными словами, если вы искали, как убрать неприятный запах изо рта либо от тела. Как уменьшить либо избавиться от вздутия живота либо вздутия кишечника. Как остановить выпадение волос на голове. Либо как уменьшить проявление либо вылечить вееттососудистую дистонию. Вам просто нужно было правильно лечить свой хронический гастрит. И почему возникает гастрит? И что делать в случае, если хронический гастрит вас периодически тревожит? Вы узнаете прямо сейчас. Чтобы вылечить хронический гастрит, нужно знать основные причины, из-за которых воспаляется слизистая оболочка желудка. Сегодня чуть не единственной причиной считается наличие Helicobacter pylori. Но! У части людей Helicobacter pylori есть и гастрит есть. И они, как говорится, подтверждают эту теорию. Но! При эрадикации Helicobacter pylori, то есть его удалении, у части людей гастрит остается. Значит причина была не единственной. Потому как у части людей есть Helicobacter pylori, а гастрита нет. А у другой части людей есть гастрит, но Helicobacter pylori нет. Неважно, была эрадикация, либо нет. Либо просто желудок был исходным без этого не самого простого микроорганизма. Но! Тем не менее, причина есть, но не единственная. Наряду с Helicobacter pylori, который контактно действует на слизистую желудка, вы все прекрасно знаете. У части людей, кто страдает гастритом, погрешности в питании, а именно злоупотребление жирной, жареной, копченой, соленой, перченой пищей, грубой пищей, приводит к обострению гастрита. Немного воздействия механические, химические, термические на слизистую желудка приводит к ее обострению. У части людей, которые питаются такой же пищей, желудок не воспаляется. И здесь объединение, почему все-таки, на мой взгляд, вот эти разные факторы приводят к обострению гастрита, очень простое. Обмен веществ идет у всех. Но! Полное очищение организма в автоматическом режиме происходит не у всех. Не все знают, как это делать правильно. У кого-то это получается частично. Поэтому желудок тая не тревожит. У кого-то не получается. И наряду с обострением гастрита появляются и те заболевания, с которых я начал это видео. Иными словами, у кого-то работает кожа, как орган выделения, появляется неприятный запах от тела. У кого-то через полость рта идут вот те самые продукты жизнедеятельности, появляются неприятные запахи изо рта. У кого-то волосы, как живая система, в вашем организме показывают, что еда идет не самая лучшая. И токсинов в кровеносной системе много. И волосы живут меньше, живут более короткое время, показывая вам ваши ошибки. Вейтосуистая дистония также показывает наличие избытка токсинов в кровеносной системе, когда кровь более густая. А токсин — понятие универсальное. Токсины могут образовываться и всегда образуются в процессе жизнедеятельности. Могут попасть в пищу, с напитками, с дыхаемым воздухом, если вы не знаете, как правильно дышать. Любой путь возможен. Но! Перебор токсинов в кровеносной системе, если вы их своевременно не удалили через печень, почки, либо через кожу, приводит к тому, что токсины выделяются из кровеносной системы через слизистую желудка. Раздражая ее, возникает воспаление. И чем сильнее раздражитель попадет в ваш желудок, я имею в виду более соленая, более пряная, более горячая, более грубая, жареная пища, копченая, тем выше сока отделения. На эту пищу это естественно, это понятно. И естественно будет овостряться гастрит. Поэтому, чтобы избежать повторного лечения гастрита, я вам посоветую сейчас простую систему, которую можно легко и просто повторить, исполнить и вылечить не только гастрит, но и со временем избавиться от вздутия живота, от метеоризма, устранить неприятный запах от тела, остановить выпадение волос и улучшить рост волос на голове. Ну и вылечить. Возможно, ветосует статистония, а также другие болезни, связанные с этим. Одно перечисление их заняло бы, ну, наверное, не один час, если бы я начал перечислять все болезни, которые могут возникнуть на этом фоне. Когда ваш желудок работает, не очень хорошо. И что делать нужно вам? Вы узнаете прямо сейчас. Видов хронического гастрита много? И описать в одном видео все особенности лечения проблематично. Поэтому я решил начать, пожалуй, с самой частой формы хронического гастрита. А именно, как вылечить хронический гастрит со сниженной секреторной способностью желудка. И в самом начинании, с чего нужно начинать лечение гастрита? Вам нужно заняться своим кишечником. Иными словами, очистить кишечник. Или очищать кишечник. И я вам рекомендую использовать клетчатку. Клетчатка соберет на себя часть токсинов, которые могли попасть с вашей пищей, напитками, а также образоваться в процессе жизнедеятельности патогенной или условно-патогенной микрофлоры в кишечнике. Любой вариант всасывания в кровь и выделения через слизистую желудка во время приема пищи приводит к обострению гастрита, либо к поддержанию воспалительного процесса. И пока вы этот круг не разомкнете, пока вы токсины не будете удалять естественным путем через кишечник, ваш гастрит будет обостряться от первой самой маломальски значимой погрешности в питании. Когда проявления гастрита начнут затихать, иными словами, воспаление уменьшается, вот здесь уже можно заняться собственно желудком. Я бы советовал вам не подавлять секрецию желудочного сока, как это часто делают, а стимулировать. И один из вариантов питьевые гели алоэ. Не только алоэ, но и некоторые лекарственные травки помогают работе вашего желудка, усиливая секрецию желудочного сока и обеспечивая более полное переваривание пищи. Которую вы, я надеюсь, уже изменили. И у вас, как я часто называю, гастрономический мусор отсутствует в питании, пища у вас более-менее натуральная. В этом случае у вас получится в большей степени переварить пищу, а соответственно меньше токсичных продуктов жизнедеятельности микрофлоры попадет в кровь. Потому как когда есть хронический гастрит со сниженной секрецией желудочного сока, в кишечнике всегда присутствует дисбактериоз. Более или менее выраженный, но присутствует всегда. И к сожалению, в лечении гастрита редко делают анализ называется кал на дисбактериоз и смотрят, кто же размножается в пищеварительной системе на той пище, которую вы не смогли переварить. Но анализ кал на дисбактериоз интересен только в том случае, если у вас в питании присутствует длительное время только агар-агар и мясопептонный бульон. Это самые распространенные питательные среды, на которых производится выращивание бактерий, содержащихся в вашем кишечнике и оценка. С кем же нужно бороться? Если у вас питание более разнообразное, даже несмотря на гастрит, то в вашей пищеварительной системе могут размножаться любые микроорганизмы и на этих скромных питательных средах вряд ли они будут проявляться. Поэтому в лечении хронического гастрита на третьем этапе я бы предложил использовать пробиотики. Чем более разнообразный состав микроорганизмов, тем надежнее восстановится сопрофитная микрофлора в вашем кишечнике и будет подавлена более опасная для желудка патогенная. Именно патогенная микрофлора выделяет больше токсинов, которые поддерживают ваш гастрит и не дают вам выйти в состояние ремиссии. 12 штаммов микроорганизмов позволяют легко и просто восстановить микробиоциноз в вашем кишечнике и уменьшить интоксикацию, которая с этим связана. Если вы все делаете правильно, по мере уменьшения явлений гастрита улучшается переваривание пищи. У вас постепенно проявляются те эффекты, о которых я упомянул в начале этого видео. А именно, уменьшается постепенно вздутие живота. А со временем, когда восстановится микрофлора кишечника, а переваривание пищи будет более полным, у вас получится избавиться от вздутия живота либо метеоризма. И неважно, это у детей либо у взрослых. Параллельно с этим процессом будет уменьшаться неприятный запах изо рта либо неприятный запах от тела. Чаще всего связанным с вниением белков, первый этап переваривания которых в желудке неизменно нарушается, когда гастрит в состоянии обострения. Явления вегетососудистой дистонии будут постепенно уменьшаться по мере такого лечения. Вот только остановить либо уменьшить выпадение волос на голове у вас получится в самую последнюю очередь. Волос, как живая система в организме, показывает, насколько правильное питание вы им обеспечили. И как вы понимаете, полное очищение организма в режиме реального времени. Когда эти два фактора совпадают и сохраняются два-три месяца, выпадение волос на голове уменьшается, и вы получаете этот последний бонус. Он далеко не последний. Укрепление иммунитета, улучшение общего самочувствия, повышение работоспособности также будут непременным бонусом к правильному лечению гастрита. Которое в зависимости от разных ситуаций вашего набора заболеваний, пола, возраста, особенности образа жизни, особенности экологии, климатических, погодных условий можно вносить коррективы как в лечебную схему, так и в вашу систему питания. Но это учесть в видео заочно невозможно. Если вы хотите получить более подробную индивидуальную консультацию врача, как вылечить хронический гастрит, как избавиться от сдутия живота либо метеоризма, как остановить выпадение волос на голове, либо избавиться от неприятного запаха от тела, либо изо рта, как вылечить вегетососуистую дистонию и правильно проводить лечение других заболеваний, я, врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Качков, такие консультации даю при наличии свободного времени. Контакты вы видите, вы можете обратиться. Если же вам нужно приобретать товары для здоровья со скидками, контакты вы видите, вы можете обратиться и улучшать здоровье с минимальными финансовыми затратами. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. И пока вы думаете, кому как использовать эту информацию, я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас. До новых встреч на моих каналах! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!